Друзья, всем привет! Вы на канале Мотосанчо. И сегодня у меня в планах вместе с вами заменить логотип Honda на руле моей FRW. А причина замены вот, что называется на лицо. Хромированное покрытие на этом значке протерлось до пластикового основания. И здесь у меня два варианта, как такое могло произойти. Либо на этой машине раньше ездил кто-то импульсивный, постоянно кричал, ругался и сигналил. Либо предыдущий владелец так любил свой автомобиль, что постоянно его поглаживал. Я, честно сказать, склоняюсь ко второму варианту. Конечно, можно было бы не менять этот значок на скорость, как говорится, не влияет. Однако он постоянно на виду, бросается в глаза, поэтому я начал искать замену. Оригинальные такие значки на ebay стоят чуть дороже 100 долларов, поэтому выбрал китайский аналог, китайский заменитель. И он на днях приехал. Цена 10 долларов плюс-минус. Давайте распакуем и посмотрим, подойдет ли. По форме и размеру подходит идеально. Красивый, блестящий, совсем как настоящий. Осталось извлечь старый значок. И я изначально думал, что достаточно его подцепить ножом и вытащить. Однако нет. Как видим, на этих значках сзади есть 13 штифтов, которые, скорее всего, либо приклеены, либо расплавлены с внутренней стороны. Поэтому нам придется снять подушку безопасности водителя. И, как вы знаете, при любых манипуляциях с подушками безопасности, первым делом мы отключаем плюс аккумулятора, чтобы она случайно не стрельнула. Откинул плюс. И с этого момента желательно выждать еще 2-3 минуты, чтобы все остаточные токи ушли. Может быть, я, конечно, перестраховываюсь, но, знаете, лишним не будет. А мы тем временем давайте открутим саму подушку. Крепится она двумя болтами под торкс номер 30. Один болт здесь, а другой с противоположной стороны. Возьмем торкс и аккуратненько все открутим. Идет очень туго, с сопротивлением. Судя по всему, болты еще на заводском резьбовом фиксаторе. Да, так и есть. Немного зеленого фиксатора видим на резьбе. И что в итоге? Наша подушка безопасности должна сейчас извлечься. Но не хочет. Одной рукой точно не хочет. А нет, получилось. Здесь два контакта подушки и один разъем сигнала. Отключаем. Ну а здесь все оказалось немного сложнее, чем я думал. Начинка подушки безопасности вложена в эту пластиковую крышку и держится на четырех заклепках. Две снизу и две сверху. Придется немного повозиться их, высверливая. А по-другому никак. Так. Заклепки здесь алюминиевые, поэтому высверливаются они очень легко. Шляпки я оставил, буду потом использовать в качестве подкладок под новые заклепки. Здесь видим нашу подушку безопасности. Никогда не видел в руках, не держал. Забавная штуковина. Ну и, наконец, крепление нашего логотипа. Очень аккуратно, все красиво, но придется спиливать. И вот сейчас понимаю, что если бы взялся с этой стороны выламывать, то это, во-первых, было бы довольно сложно. Можно было бы повредить саму крышку. А во-вторых, все вот эти шляпки остались бы болтаться здесь, между крышкой и подушкой. И, возможно, в какой-то момент выстрелили бы, чего бы не хотелось. Ну а после удаления всех шляпок можем выковыривать старую эмблему. Примерим новую. Если не подходит, то где-то можно доработать напильником. Нет, вошла идеально. Замечательно. Осталось ее только с этой стороны либо расплавить, либо приклеить. Я тут подумал, что в следующий раз при необходимости замены этого логотипа не хотел бы снова все разбирать и высверливать заклепки. Поэтому распаял 4 штифта по периметру и один в центре. Остальные просто обкусил. И можно будет ножом его подцепить, выломать и вклеить новый уже наклей без разборки. Ну а сейчас нам предстоит собрать все в обратной последовательности. Аккуратно укладываем подушку. Сначала верхние пазы, затем нижние. Тут уж я выключусь, мне понадобятся две руки. Я пошел еще немного дальше по пути упрощения последующей разборки. Две заклепки установил снизу, а сверху заменил их на болты. Болты М5. И я думаю, ничуть не хуже будет такой тип крепления. Зато он разъемный и в два раза меньше заклепок, в случае чего придется высверливать. Можно было в принципе эту пластиковую крышку надеть и защелкнуть. Она здесь отлично держится. Но опять же, в случае срабатывания подушки, она тогда не порвется по специальным слабым местам, а вылетит вам навстречу. Ну а сейчас подключаем разъемы, возвращаем подушку на место и закручиваем болты. Клема аккумулятора подключена. И осталось только проверить, работает ли сигнал. Работает. Выглядит все замечательно. Главное теперь самому не увлекаться поглаживаниями. Надеюсь, это видео будет полезным и поможет кому-то в подобной ситуации. А на сегодня у меня все. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok